Да, абсолютно согласен. Раньше много было чего хорошего, так всегда говорят. Наверное, когда-то придет время и про наше время скажут, вот раньше были времена. Конечно, немножко подзабыли мы про мужскую честь. Когда иногда говорим про женскую честь, тогда немножко понятно. Ну вот, обесчестили женщину и как ее обесчестили, вот, с этим все ясно. А что такое мужская честь, вообще не знают. Вот, к примеру, я на своих вебинарах провожу, говорю, напишите, что такое мужская честь. И бах, в ступор люди впадают. Женщины не знают, что такое мужская честь, а значит, они не могут научить своих детей этому. Тогда я спрашиваю, хорошо, более простой вопрос, а что такое любовь, как вы понимаете? И тогда дает человек перечень своих потребностей, своих недостатков, по сути дела. То есть, если ему хочется, чтобы заботились о человеке, он говорит, вот, я, значит, стараюсь, точнее, я чувствую, что любовь – это когда заботятся друг о дружке. А заботятся, на самом деле, об инвалидах, о детях и о стариках. Вот, то есть, я думаю, что национальной идеей могло бы стать это умение брать ответственность. Потому что наш народ всегда брал ответственность, когда ему было плохо. Вот когда уже совсем плохо, вот дошли до Москвы, как говорится, да, фашисты, все, вот тогда взяли ответственность и так далее. Мы не верим, когда про нас там говорят, что там какие-то хорошие или там плохие вещи. А вот когда приспичит, начинаем действовать. Вообще все успешные люди берут ответственность на себя, а неудачники от ответственности пытаются избавиться. Поэтому, если мы хотим, чтобы страна была более успешной, нужно больше брать ответственности. И ответственности во всем. Так делают все успешные, богатые люди во всех странах мира. Если, скажем так, ну может быть вот этот флаг поднять, что каждый отвечает за семью, за свое здоровье, за свое психологическое состояние, за любовь. И вот это начинать воспитывать, прям буквально с детского садика, со школы, людям прививать, я думаю, это будет очень здорово.